А вот депутат от Народного фронта Евгений Дейдей, которого генпрокуратура подозревает в незаконном обогащении, которого парламент так и не смог лишить иммунитета на прошлой неделе, как оказалось, имеет звание подполковника полиции. За какие такие заслуги? Смотрите наш материал. Новостью о том, что 30-летний депутат из фракции Народный фронт Евгений Дейдей уже подполковник полиции, поделился на своей странице в фейсбуке один из журналистов. Добавил он и документ, в котором якобы подтверждается звание нардепа, дубликат некой справки. В Раде сразу же зарегистрировали постановление о создании рабочей группы для расследования обстоятельств присвоения Дейдею звания подполковника. Надзвичайно серьезное звание, которое нужно заслужить в боях. И я зарегистрировал проект постановки о создании рабочей группы из числа адекватных народных депутатов, представников фракции, которые должны внимательно расследовать каждое решение Авакова по нагородной оружии, по погонам, которые он из барского плеча раздавал своим выкромышам Дейдею и Киеве. Мы сделали запись до Министерства внутренних справ, чтобы нам дали список всех, кто получил за последние два года такие высокие звания. Впрочем, с ответом в МВД пока не спешат. Зато в соцсетях продолжается волна троллинга из-за недавнего якобы ранения депутата Дейдея, да еще и в зоне АТО. Напомню, в прошлую пятницу его коллега радикал Игорь Масичук сообщил, что под Авдеевкой Дейдей получил тяжелое ранение. Ему в ногу попал осколок снаряда 82-го калибра. Масичук даже призвал срочно организовать для коллеги сдачу крови. В ночь на субботу военный вертолет доставил раненого в Днепр, в областную больницу. Медики заявили, угрозы жизни нет. Дейдей тут же опубликовал фоторанение, но вместо сочувствия получил шквал критики. Пользователи соцсетей, в частности, писали, что это постановка, чтобы избежать уголовной ответственности. Ведь на днях с НРД похотели снять неприкосновенность за незаконное обогащение. Дейдей не задекларировал полную стоимость квартиры двух авто, указав лишь четвертую часть всей суммы. Свои аргументы о псевдоранении привели также волонтеры и журналисты. В районе, где, дескать, ранили Дейдея, обстрелов не было, написал военкор Роман Бачкала. Это же подтвердили и пресс-центры штаба АТО. А вот другой журналист, Юрий Колесников, засомневался. Ранение мало похоже на огнестрел или осколочное. Дескать, таких ровных краев от осколков такого размера не бывает. Поэтому, скорее всего, это хирургическая реконструкция. Напомню, это уже далеко не первый скандал, который попадает на РДЭП Дейдей. Еще в 2012-м Суворовский райсуд Одессы осудил его на пять лет за разбой по трём эпизодам.